Приветствую вас. Собственно говоря, проблема в том и заключается, что вы отречаете свой опыт. То есть, проблема именно в том, что вы считаете, вы думаете, что опыт непонятно зачем, но если опыт есть, если опыт вам был для чего-то, условно говоря, дан, то, соответственно, он вам необходим. И ваша проблема в том, что вы опыт не усвоили, то есть, вы продолжаете опыт отрицать, условно говоря. Соответственно, если опыт вы отрицаете, то нет ничего удивительного в том, что у вас, как бы, происходит такое вот, своего рода возвращение назад, да, на постоянной основе. Вот. Смотрите. У проблемы вашей есть два основных момента, на которые нужно обратить внимание. Первое. Это обесценивание своих мотивов по совершению выбора. Вот в момент, когда вы его совершали. То есть, вам, вам, получается, сейчас обесценивается, допустим, то, ради чего вы свой выбор делали, вам сейчас обесценивается то, почему вы поступали именно так. Так. То есть, да, это может быть неправильно, да, это может быть деструктивно, да, да, это все верно. Но выбор от этого, как я думаю, вряд ли становится в меньшей степени ваш. Потому что выбор от этого становится только еще более полным, еще более полезным, может быть, потому что вы совершили его именно, именно потому что вам этого хотелось. Именно потому что вы этого желали. И тот факт, что сейчас, например, вы снимаете по-другому. По-другому и, может быть, никогда свой выбор бы так не сделали. Ну, таким не сделали. Вот. Но это на самом деле ничего не значит. Вот. То есть, с одной стороны, вы обесцениваете свой выбор. С одной стороны. С другой, с другой стороны. С другой стороны. Что происходит с другой стороны? С другой стороны происходит то, что вы предъявляете к себе в некоторой степени требования. Ну, скажем так. Явно завышенные требования. Вы к себе предъявляете. То есть, вы требуете от себя не жалеть о тех вещах, о тех моментах, о тех событиях, которые в вашей жизни происходили. Вы должны были это предвидеть. Вы должны были это предугадать. Вы должны были этого не допустить. Вот только почему и на каком, собственно говоря, вообще основании вы так считаете, ну, не очень понятно. То есть, откуда вот эти вот требования к себе завышенные есть. То есть, видите, с одной стороны, это предъявление к себе высоких требований. С другой стороны, это наказывание своего рода себя за ошибки. То есть, ну, не признание того факта, что в жизни человека эти самые ошибки есть, а что они нормальные. Вот. И обесценивание своего выбора. С другой стороны. Вот. То есть, это именно вот обесценивание своего выбора. Обесценивание своих действий. Обесценивание своих решений. Обесценивание своих мотивов. Вот. Ну и, да, обесценивание опыта, конечно, тоже безусловно есть. То есть, я предстоит свой опыт. Как бы, как бы говорить, вот, что, я его не прием, ну, не прием, не прием, не прием. Я не прием на свой опыт. Вот. И, ну, это, конечно, раздает проблема. Вот. Если считать, что какой-то опыт имеет место быть, а какого-то опыта быть не должно, то, в общем-то, жить будет очень трудно и тяжело. Потому что, ну, к сожалению, жизни, жизни все равно, что вы думаете наше допыта, она дает тот опыт, который так дает. И принимает его как должное, да, а то, наверное, даже человек. В смысле, а, с тем, возможно, вы считаете, что он, а, что-то, ну, потеряли, что-то что-то упустили. Вот, это такая вот фрустрация, и не умение фруструирующие тенденции себе разрешать. То есть, не умение сбрасывать напряжение, просто фрустрационное напряжение. Вот. Это, конечно, очень большая проблема. А, в целом, ваш вопрос, он, знаете, такой вопрос. Он, ну, как, он достаточно короткий, он достаточно распространенный среди людей, да, и вы можете, в принципе, прописать, прописав его в любой, в общем-то, поисковой системе, да, вы можете получить, ну, получить ответы на вопросы свои, понимаете? Вот. Поэтому, я вот думаю, да, я вот думаю, вы хотели получить уникальный ответ для себя. Ну, если, если так, если так, то, я надеюсь, что я вам ответ. Ну, правильно, для индивидуального ответа нужно с вами, пожалуй, поработать. Только тогда можно будет говорить о полноценном решении ваших проблем. Что представляет из себя, конечно же, процесс. Вот. Это действительно нет такого уникального рецепта, услышав который, вы, эээ, сразу решите свои слова. Садата сразу перестанет, там, ну, париться, переживать по поводу того, что у вас волнует. Да, это происходило, извините, не, эээ, ну, не один день, вот, даже не два, я скажу, не один год, и, в общем-то, вы привыкли так действовать, у вас, в какой-то степени, есть, эээ, выгода, эээ, вторичная от того, что вы делаете, да. И, в общем-то, это, с этой, вот, вторичной выгодой, да, нужно, что-то делать. То есть, имеется ввиду, она, эта вторичная выгода должна быть вам осознанна, вот, и скорректировать. Только тогда вы сможете свои проблемы решить. Вот. Все на этом. Надеюсь, что это было полезным. Вам, эээ, если понравился мой ответ, буду благодарен, за его оценку, эээ, в качестве лучшего. Я вам, эээ, желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим опытом.